В Фоксовском районе Алматинской области капитально ремонтируют дома культуры, школы, сельские амбулатории и дороги. В общей сложности реализуют 26 проектов. По словам жителей, этот год принес немало перемен в сельскую глубинку. Подробности в материале. Почти полвека жители поселка Балпахпе были вынуждены ждать, когда в населенном пункте запустят новый водопровод. Старые сети давно пришли в негодность. Из-за частых порывов ждать, когда подадут воду, приходилось по 2-3 дня. Да и она хорошим качеством не отличалась, говорит Айгирам Валиева. Мы пользовались с 1994 года старым водопроводом. Напора не было. Мы стирались по ночам. Как бы очень страдали от того, что не было напора. За счет вот, что нам заменили воду, поменялось качество воды, напор. Вот мы пользуемся, я вот стираемся, пьем воду. Быть наладился с этого года. Почти 40 километров водопроводных сетей придется заменить подрядчикам в поселке. Сейчас на разных участках работают 5 бригад. Протягивают линии из пластиковых труб. Подводят их к домам абонентов. Кроме того, сразу выравнивают грунт и асфальтируют дороги. На сегодняшний день уже выполнено 70% всего объема работ. Магистральная прокладка труб практически завершена. Осталось подключение абонентов. К концу осени объект будет сдан. 40 лет ждали капитального ремонта дома культуры и жителей села имени Злихи Тамшивай. С весны началась его реконструкция. Объем работы немалый, говорят строители. Но к намеченным срокам успеем, заверяют они. Бригада сформирована мобильная, практически половина местные жители. Работы будут проводиться полностью замена кровли с утеплением, утепление фасада полностью. Внутри отделка полное отопление, полностью водопровод, канализация. Также будут работы по благоустройству проведены. Должны трудоустроиться 328. В данный момент 250 человек уже трудоустроили. Основные работы это средний ремонт дорог внутри поселковой дороги, текущий ремонт стадионов, текущий ремонт школ. Еще один из крупных проектов – реконструкция плотины на реке Куксу. Здесь тоже полным ходом идет работа. Сдать объект подрядчики планируют к концу года.